Здравствуйте! Это программа Бункер С и в студии ее ведущие. Александр Юдин. Здравствуйте, друзья. Максим Рулевой. Всем привет. И я, Илья Табуев. Мы продолжаем обсуждать новости. С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областной министерство энергетики ЖХК. В квитанциях жителей губернии появится строчка, внимание, обращение с ТКО. Плата будет рассчитываться исходя из количества постоянно временно проживающих в помещении потребителей, а не квадратных метров, как было ранее, отмечают в ведомстве. Такая опция, эта опция прописана в министерском приказе о нормативах накопления ТКО. При отсутствии проживающих услуг рассчитают с учетом количества собственников. Власти также рассматривают вариант, что для платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, вот как ТКО, кстати, расшифровывается, будет выставляться отдельная квитанция. Единый тариф установят ориентировочно в середине декабря. Хорошая дата, 1 января, когда все еще празднуют, все веселы. А 13-го все проснутся. А счетчик хапает. А там пришло тебе. А сколько людей у тебя в это время в квартире было? С 1 по 13-го. Странный подарок, да, приготовленный? Слушайте, ну здесь тогда нужно как-то рассчитывать более конкретно. Вот смотрите, написано ТКО, твердый коммунальный отход. А если у меня не твердый отход. Ну, значит, надо приходить на жидкие и все. Задеждаться. А как еще? На полумягкие. Классно, что в любом случае платить надо, даже если, ну раньше там, типа, кто живет, да, так же? Да. А сейчас, если раньше, наоборот, все среднее было. Раньше по квадратным метрам. Да, квадратным метрам, да. Сейчас кто живет, даже если никто не живет, то... Сколько собственников? Собственников, да. Ну, собственников сколько может быть? А котики? Сколько угодно. Я почему-то вот подозреваю, что опять вот это вот пересмотрели все, не в нашу пользу, мне кажется, вот эту историю. А хоть раз что-то пересмотрели в нашу пользу? Нет, ну просто интересно, да. Это сделали для удобства чего? Больше денег-то или меньше? Как ты думаешь? Ну, с квартиры, да. У меня четыре человека живут в квартире, да? Вот, раньше я платил за квадратный метр, сейчас я буду платить... Сколько у тебя квадратных метров? Ну, 86. Неплохо. Это только кухня? Это жилая. Да, это жилая. Это жилая, да. Это еще кладовка, если посчитать. Теперь же нужно будет доказывать, сколько человек проживает. Как вот... Да вот хороший вопрос задал Александр про то, что если не живет никто... Ну, вот один собственник, один собственник за одного платишь, и все. То есть, доказать, сколько человек... Да, если я там не живу, вот я собственник, но живу в другой квартире. Ну, даже не сдаю, просто вот она стоит у меня закрытая. Вложил денежку? Жду, пока дети вырастут, и вот подарю им на свадьбу квартиру, я что, должен... Вы же платите, получается, собственно, за единицу. Почему? Я же не мусорю. Какая разница? А вдруг? Помолчали. Нет, какая разница, это хороший аргумент. Мне кажется, что вот примерно такой же историей и руководствовались. Ребята, да, 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 да. Если там не живет никто, какая разница? А с другой стороны, как они... Ну и что? Это же такая, палка, говорю, с двух концов, ты клошная. То есть, если же... Собственно, ты стал разбираться в ТКО. Регулярно разбираюсь. Ну, с твердой палкой. Палка о двух концах. С одной стороны, если собственника один, платишь за одного. А с другой стороны, собственник один, а живет там человек 12, например, и все не сознаются. Понимаете? Но это есть консьерж. Который разруливает. Конечно. Классно, что в очередной раз не предоставляют никаких альтернатив. Понимаешь? То есть, или можно вывести мусор самому по такому-то адресу. Как говорит мой сосед, альтернатива наказуема. Нет, это инициатива. Это понятно. Это понятно. Но он говорит про... Вот так. Ну, не знаю, нужно будет получить все эти квитки, понять, сколько мы будем должны с ЖКХ. Да, и потом уже возмущаться. И потом возмущаться. Пока не знаю. Вдруг, что мы сейчас орем тут выступаем. Я думаю, что правильно Максим сказал, что неспроста выбрана именно эта дата, что с 1 января, потому что до 13-го у нас люди вообще не интересуют твердые коммунальные отходы. Слушайте, они там обильно создаются мне в это время. Кстати говоря, ведь, насколько я помню, из практики последних новых годов, мусор что-то там в новогодние праздники, по-моему, не вывозится. Потому что я помню, там 1-2 часа идешь, а какие горы вообще навалены. Скажем так, общая тенденция, да, по городу, в принципе, где-то там что-то вывозят, но да, горы... Просто даже если вывозится, просто объем мусора такой, что одной кожуры мандаринами-то можно... Резюмируй, садясь за стол новогодний 31-го числа, ребята, ждите 1-го числа сервисов. Дай бог, чтобы это был последний подарок. Не говорите, сколько людей вы пригласили к себе, чтобы отметить, чтобы... Кто написал вот эту просьбу в письме Деду Морозу, непонятно. Депутаты ГУБДУМЫ могут внести поправки в региональный закон о тишине. Сейчас шуметь запрещается с 22.00 до 8.00, а летом с 23.00 до 8.00. Авторы изменений предлагают расширить рамки до 10.00. Кроме того, тишину предполагается соблюдать и днем с 13.00 до 15.00. Это... Вот дети, да, подумали. Это, кстати, интересная, хорошая, правильная, мне кажется, история. После обсуждения было решено распространить ограничения только на ремонтные работы в многоквартирных домах. Сделав исключение для строительных работ, также отмечается, что запрет не будет действовать в ситуациях, связанных с предотвращением и ликвидацией аварий. Ну, вот понятно. Стихийных бедствий и других ЧАЭС. Справки в законопроект будут обсуждаться в ближайшее время на профильном комитете. Ну, смешно, да? Очень смешно. Протекает весь дом, говорит, вы что, милицию вызвали там? Четыре человека с варкой варкой. Тихий час, дети спят, все спестрят. Нельзя! Ну, хорошее, правильное, самое решение. Потому что же бывает, что люди там с ночи отсыпаются. Ну, графика у всех работ же разная. Ну, просто это что? Кто-то вообще не работает дома. Кто-то работает вообще, нет? Кто-нибудь вызывал милицию? Я думаю, какие-то случаи наверняка бывают. Не знаю, вот у меня в доме, опять же, возвращаясь к моему дому, у меня прописаны свои правила. Там что-то... Да. Ну, правильно, вы же не являетесь субъектом. Там, по-моему, с 13... Отдельный богатый дом. Государство. Да, да, да. С 13.30 что-то такое до 16. То есть, как раз вот этот тихий час самый для детей. То есть, как-то прописано местно, получается, самоуправление. А тут федеральный закон. Ну, почему нет? Ваш консьерж просто входит в какую-то общественную палату. Я думаю, она что-то написала до туда. И двигает инициативу свою. Да. Ну, с другой стороны, почему нет? Ну, а почему да? Что это за... Наверное. Да, я тоже не понимаю. И, наконец-то, этого козла, который живет в каждом доме с перфоратором... Просто, да. Я не знаю, 8 лет уже дома. Люди-то не унимаются. Мало дырок, что ли. У меня такое ощущение, что человек полностью залил бетоном свою квартиру и начал ее выдалбливать заново. Комнаты сам себе... Отсекать не нужно. Да, да. Какой-то скульптор живет. Нет, так почему много же домов, в которых квартиры просто в Черновыхе так стоят, люди покупают, ничего не делают, а через 5-10 лет продают... Ну, вообще, у каждого ремонта это вечная история. Покупают, ничего не делают, только за твердые коммунальные отходы. Платят тихонько. И от досады сверлят просто. С 8 утра прямо в субботу. Одно смущает, если вдруг действительно стихийные бедствия, другие ЧАЭС, что делать? Да, сказали, закон уже есть. Не распространяется. Вы знаете, что в 8 утра стены мягче? Конечно. Я догадался, конечно. Почему они в 8 утра начинают себя сверлить? Просто мягче стены. Новость следующая. Музыкальная. Поп-идол Дима Билан приехал в Сызрань за сутки до своего концерта. Все ошибаются. Он остановился в гостинице в районе Речного порта и сразу же написал несколько видео для подписчиков своего Инстаграм. Но вот с прямым эфиром возникли проблемы. Он попытался выйти в сети, поболтать с фолловерами, но это не удалось из-за проблем со связью. В кои-то веки хотел пообщаться на разные серьезные темы, но связи нет, и вай-фай плохо сказал с досадой артист. Ну, наверное, какому-то проходящему псу на улице. Ты представляешь, нет ни связи, ничего. Что делать? Ну, трагедия. Я считаю, трагедия. Во-первых, за сутки приехал артист с Сызрой. Бедные фолловеры. Фолловеры страдают. Не знают, где, что с ним, как он вообще. А тут еще и шоу-биз в Сызрани. В опасный регион отправился человек и не может. За сутки. Даже сигнал СОС подать. Речной порт. Сызрани. Биланс. Подождите. Это хорошая сценка для Крэвера. Добро пожаловать в Самарскую область. Welcome to the hell. Да это нормально. Да ну, че в этом таком? Все уже настолько вот подсели на эту инстаграм иглу, так называемую, что без телефона просто обойтись не могут. Ну, приехал ты в Сызрин. Ну, кайфани ты без телефона. Сходи. Ты же подышил воздухом. Ты же подышил воздухом. Да. Нет, самое смешное, чем он там занимается сейчас без интернета. Сидит, грустит. Листья пинает, ходит грустно. Смотрит местное телевидение. Может, песню напишет какую-нибудь. Опять же. Провести время нужно с пользой. Хорошую. Да в конце концов, а что там в Сызрине? Даже если нет Wi-Fi, ну, сейчас как Юдин говорит, у меня бесплатный мобильный интернет. Да нет, ну, просто че, человек сэкономил. Явно. Действительно. Да, в роуминге. Да, он просто приехал в какую-то дешевую гостиницу. Там нет Wi-Fi. Конечно. Че, я не поверю никак в жизни, что в Сызрине плохой Wi-Fi. Почему он там хуже, чем у нас? Я тоже не поверю. Другое дело, что, может быть, наговаривает как-то Дима Билан на Сызрине? Может, там 18-й айфон просто не будет? Да нет, ну, может, там русский деревянный кирпич, на котором у нас Wi-Fi, и он все с вами у нас сидит. Может быть, очень много страз на телефоне у него, что... Поэтому не тянет. Ну, что, бывает. Пусть это будет самая большая беда в его жизни, я считаю. Да, отсутствие Wi-Fi в Сызрине. Дима, приезжай. Мы рады. Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов в дневное время. На 5, что ли? Да, наконец-то! Что значит опять? Все время-то обещают, потому что... Ну, мы каждый раз радуемся. Кроме того, на нескольких улицах ведут запрет на ночную парковку, сообщает Департамент городского хозяйства и экологии САМАР. Также зимой планируются временные, в скобочках, однодневные запреты на парковку на отдельных участках. В период снегопада основным препятствием для уборки является припаркованный вдоль дорога проезда транспорт, говорят представители ведомства. Из-за того, чтобы обработать вовремя свежевыпавший снег, прям как про хлеб сейчас читаю, противогололедными средствами, а затем и очистить территорию от него, не получается. Снежные массы смерзаются. Департамент просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием, обращать внимание на дорожные знаки и по возможности не парковать машины вдоль дорог, особенно во время снегопадов. То, что дворы днем, дороги ночью. Да, дворы же освобождаются днем, когда все уезжают на работу, дороги не освобождаются ночью. И это должна быть, вот эта фраза, дворы днем, дороги ночью, должна вот так вот висеть в кабинете дороги. Предвыборной кампании. Да, что чистить. Вот такой график, а не какой другой. Вот и все как... Абсолютно верно, ребята. Вот у нас, я говорю, что очень хитрый знак повесили, он называется остановка, ну, стоянка запрещена с 9, а с 12 до 7.00 в пятницу. Вот, значит, да, с четверга на пятницу, с пятницы на субботу. В общем, у нас освобождается полностью второй ряд. И хочешь убирай, хочешь не убирай, что хочешь делай, короче. И вот это очень хорошо, потому что в предыдущие года просто люди оставляли машины, и невозможно было убирать снег. И поэтому просто дорога превращалась в однополосную. Вот, и так очень много где. Да. Вот, и я думаю, что вот эти меры помогут решить эти проблемы. Ну, плюс еще к этому, просто я слышал, тоже хотят ввести это уже, как бы, ну, сделать законным, забирать машины, которые мешают во время очистки. Ну, там газели, знаешь, стоят. Ну, не только газели, там очень много всяких подснежников. Очень много хлама стоит, которые вот подснежники их оставляют. Ну, у нас была такая новость, помните, когда-то давно мы об этом говорили, что, да, даже не подснежники, а вообще брошенный автомобиль. И как с ними бороться. Ну, наконец-то научились с ними бороться, а теперь вот еще и с подснежниками, которые бросают. Только ощущение, что научились, но не стали. Ну, не стали, но научились. Вот, например, тоже у меня в доме каждый раз, когда собираются вычищать территорию, висит прям свежее объявление. Не знаю, да, да, 15 января, уберите машины, будет работать трактор в избирании. И пишут же грамотно. Потому что трактор может случайно зацепить, задеть вашу новость. И вы будете оплачивать ремонт трактора. А трактор, это такая... Не дешево нынче. Зимой это... Кофш заполировать. Бог двора, это да. Поэтому давайте, как мы все вместе коллективно отнесемся к этой проблеме, и так же мы ее вместе решим. Да, да, особенно мне понравилось вот это, наконец-то, физически уже как-то обоснованное. То, что снег замерзает на вторые сутки, да. Особенно, когда обильный снегопад чуть подтаял, и морозит с ночью, и все. Все. Ну, ребята, ну, выйдите лопаткой откидать от машины хотя бы, да, от своей. Когда вы садитесь, а не выскакиваете из сугроба, как обычно это все делают. Все же торопятся. Все же торопятся. Торопятся, ну, мало ли торопятся. Я тоже себя тороплюсь, но я чищу свою машину, еще и соседней рядышком, чтобы хоть как-то можно было потом заехать вечером. Нет, я альтруист. Какой молодец. Какой молодец. Это была программа Бункер С, и с вами были ее ведущие Александр Юдин. До свидания. Максим Рулевой. Всего доброго. И я, Илья Табуев. Мы откроем все двери. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...